Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 17 мая 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе была максимально тревожной за последнее время. У нас за ночь было аж три воздушные тревоги. Первая началась в 23.09, о ней я сообщал в своем вчерашнем вечернем видео. Причина, по которой дали тревогу, это пуски ракет-калибр с акваторией Черного моря. В Николаеве в результате данных пусков два прилета. У нас в Одессе все было спокойно. Также поступала информация о том, что калибры летели на западную Украину и в сторону Киева. Но, судя по всему, данная информация была недостоверной, потому что ни по поводу прилета, ни по поводу сбитий где-то в тех регионах информация никакая не сообщается. Отбой воздушной тревоги дали в 00.04. Очередная воздушная тревога началась в 00.48. Причина это взлет в Крыму стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые выпускают максимально неточные ракеты Х-22, которые очень часто попадают в жилые дома на территории нашей страны. Вот после начала данной воздушной тревоги я сразу же пошел в укрытие. И, значит, в 00.54 поступила информация о том, что один борт Ту-22М3 уже в Черном море и высокая вероятность пуска ракеты Х-22. В 00.04 поступила информация о пуске ракеты Х-22. И уже буквально через минуту в 00.05 сообщают о том, что уже прилетело к Херсонской области. Отбой воздушной тревоги дали в 00.08. И буквально через 4 минуты в час 12 началась третья воздушная тревога. Я только вышел с укрытия, с бомбоубежища, начал идти домой, прошло метров 150-200, и снова звучит воздушная тревога. Пришлось возвращаться обратно. Я не понял вот этого момента, зачем было давать отбой воздушной тревоге на 4 минуты, а потом снова ее включать. Но сам факт. Снова объявили тревогу, и отбой дали через 14 минут в час 26. Третья воздушная тревога была по причине того, что над Черным морем зафиксировали истребитель Су-35, который мог выпустить ракету Х-31. Но, судя по всему, пусков не было, потому что через 14 минут дали отбой воздушной тревоги. Значит, у нас в Одессе, слава Богу, обошлось без обстрелов, несмотря на то, что тревог было огромное количество, обстрелов нашего региона не было. То есть по Одессе, по Одесской области ракетные удары не наносились. Взрывов никаких у нас не звучало. И по официальной информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области, за прошедшую ночь прилетов нет. Я всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи. Всем пока.